я нашла и кто у нас ходит энергии идут вибрация мне пришли от нее она знаешь она плачет голубые глаза огромные у нее крылья белые и она проткнута непонятно чем копьем каким-то проткнута и вот но она наверх так смотрит внизу и она проткнута по моему к нам сегодня кто-то придет я сказала да уже что ольги крылья вниз отпустились белые я такой звон в ушах пошел суши ты нейтрально набираешься наблюдаешь со стороны знаешь это звон идет от копья которому на проткнут не все тела проткнут этим копьем широкая внизу у нее сидит кто-то черный в ногах как я и видела уже у нее вверх проткнут тоже куда подключены каналы кто у нас клетки клетки кто-то интересный вот этот вот внизу который сидит он как рыцарь он он держит этот черт который мимикрирует сейчас меч меч вот так вниз держит опирается на него снимается все маски и голограммы черт предстает перед нами перво в данном виде согласно своему эфирному коду это без он сейчас стучит вот этим мечом ты знаешь он в прошлой жизни был рыцарем на земле этот без о нем столько крови на вот этом рыцаре на тем мечом очень много убил и превратился веса да так я у него спрашиваю сегодня он будет кооперировать или нет я один раз буду вопрос задавать он говорит я вижу тебя я вижу тебя это не ответ на мой вопрос ты будешь себя кооперировать ценой или мне на тебя воздействовать меня три мимикрирующие меняющиеся формы не удивляют поэтому я жду твой ответ да или нет хорошо кто у нас находится в клетке есть не какая-то картинка идет значит она ангел который ребенок и она на каком-то поле цветах более все она собирает эти цветы и сверху вот это копье налетит откуда-то сверху копье торчит в ней сейчас еще и сейчас нет оно крутится вот внутри в этом тумане клетки и ответственность за копье на счет 3 проявляется в клетке кто у нас клетки ты знаешь мне показана колесница и в ней какой-то знак дом да считай информацию что это за копье откуда оно взялось не должна была к не попасть но мы просим сейчас представителя ангельского мира дать делаем здесь он у нас здесь он сразу появился имеем честь какой-то лерун я ангела леруна он говорит лерун мы приветствуем ангела леруна и он приветствует мы благодарим за то что он пришел и посылаем в нашу энергию любви и благодарности уважаемый лерун мы хотим у вас уточнить происхождение этого копья мы производим сейчас чистку ольги хотим это все удалить нам интересно откуда это копье взялось как оно туда попало и каким образом его можно удалить он разводит руками говорит игры богов тоже второй раз когда мы такое встречаем у нас тоже был не должно было попасть мы можем эту ситуацию исправить как-то если оно не должно мы можем восстановить справедливость говорит что только удалить и отправить мы его сейчас удалили это копье отправить куда отправить его он говорит откуда пришло но перед тем как мы ее туда отправим вера мы должны будем забрать безусловно любую энергетику любую которую это копье оставила негативную отдать вернее назад и без позитивную энергетику забрать которая полностью перегадила жизнь ольги то есть кто его будет вытаскивать она не вытащена до сих пор нет давай я вытащу и вытаскивай это копье и был и клади его в клетку вот этого копья и сила своя определенная и потому ангел этот он говорит его нельзя на переработку отправлять мы его возвращаем назад хорошо так мы можем считаем формацию с этого копья забрать никого он забирал какую-то энергетику она ей очень вредил я поняла теперь для чего энергия нужна была короче это копье вросло в него в ольгу и копию и я вот сейчас я выдернула когда эта энергия сразу зашла туда говорит иначе бы она не смогла терпеть эту волю положи пожалуйста это копье сейчас в клетку и она знаешь такой синяя энергия идет от него я так не понял за третий сущность кто это у нас там находится кроме копья вот этого у нас там был без а сейчас вот эта энергия которая за сутки да она зашла туда вот эту боль и ольга лучше стало сразу вот это вот то есть получается что она не получила боль да вот от этой пустоты и раны я сразу зашла энергия лечебная которую она она как-то вот так дышит да и как себя чувствует и понимать что и лучше что ли как то есть она не знала что будет вера значит у нас без копье и что там третье было подожди я не вижу пока и от этого плохо то что находится в клетке проявляется насчет три один два три грей у нас тут они знают к и куда они попали сегодня город мы давно здесь ангельская энергия с определенной силы имеет то есть они там еще свое что-то установили как всегда говорят мы ни при чем три грей или два сколько тяжело и с ними что-то воздействует на тебя нет не воздействует они от нее боль идет от нее столько боли значит у нас так у нас появляется без у нас копье у нас три грей у нас один рептилоид да да и рептик у нас высокий какой-то отмороженная морда конечно он как он когда ты сказал брат мана он появился впереди игры обычно грей прячется за рептиком здесь обращаемся к рептилоиду он обнаружен он попался не он наш заложник вместе с грейми и всеми присутствующими в клетке я задаю один вопрос один раз если не будет кооперации я буду на вас воздействовать на всех присутствующих у меня есть оружие которое я могу воздействовать на вас на вашей чистоте я не хочу предоставлять вам неприятности и боль не буду на вас воздействия если вы будете отвечать на все вопросы выполнять все мои команды вы поняли а не надо откачивать энергия на заклюん граф и она дышать не может я должен объяснить им в чем речь идет все of you поняли да мы сейчас переходим криверсу энергии мы должны полностью всего чужое свое забрать и вернуть есть сильнее чистое вы все поняли я даю команды тонкой копии ольги спроецировать все энергетические от них, возвращается к ним. Смотри, у нас четыре канала. Энергии идут сейчас к черту, очень темное черное идет. Вот к этому копью очень широкий, такая большая, как труба, канал. И вот такая, как оно цветом, вот это вот идет. Как копье голубое. Холодно, такой голубой. Он, знаешь, даже не голубой, а неоновый какой-то цвет. Арктический цвет, я вычисли. Да, 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 да. Хочется назвать, не знаю почему, да. Так и есть. Внутри белый, а по краям вот он синий какой-то, светящийся. Вот он идет назад к копью. Канал идет грэем тонкий и крептик пошире. Зеленая энергия идет. И грэем серо-голубая. И у нас еще есть в клетке негативное скопление. Такое темное, большое негативное скопление. И это жалость. Жалость? Да. Ее жалость? Наверное, к ней. От кого идет эта энергетика? Это разные люди. Это, знаешь, даже жалость, какая-то любовь. Жалкая, что ли, я не пойму. Это, видать, родственники. Может быть, но много людей. Несколько. Не много, несколько разных. Вот она накопленная, вот эта жалость темным клубом. Но жалость, это же получается тогда негативная энергетика, если она черная. Но вот ангел говорит, да. Потому что сострадание и жалость это две разные. А разных смыслов. Абсолютно верно. Так, хорошо, мы эту всю энергетику будем уничтожать. Очень много к черту идет. Вот от поясницы, от, как сказать, от талии и ниже. Да, там холод шел. Там поток такой черный идет. К нему все спускает. Мы потом с ним пообщаемся. Что у нас получается с рептилоидом Греем? Копье забрало. Отлично. Рептилоиды и Греи забрали. Без. Забрал, все забрали. И в порядке реверса. Ольга забирает чистую, светлую, божественную энергию. И о себе обратно. Ну вот от черта идет какая-то красно-оранжевая энергия. Хорошо. Смотри, у нас черт в самом низу, получается, Греи в самом верху. Ну да. Вот от Греи. Каждый на своем месте, да? Ты знаешь, у Ольги энергия такая светлая. И вот когда она отдала, ей сразу легче стало. Да они ее убивают просто. Она наверх вот так как-то руки подняла, и вот не как свет пошел. И вот от Грея и от рептика вот этот свет тоже идет назад, к ней возвращается. А вот от копья все семь цветов. То есть здесь радуга. Ты можешь считать информацию, от каких богов это копье? Ну мне с самого начала вот шло Соломон. Почему Соломон кидает копьем в ангела? Мы можем спросить? Кидал в ангела, он кидал в кого-то другого. Мы можем пригласить Соломона к нам? Попробуем. Хорошо. Я делаю запрос в энергоинформационном поле Земли. Я прошу божество Соломона прийти к нам. Мы хотим вернуть ему копье. Он за комнатой, и он какой-то, знаешь, золотой. Такой вид у него золотой, прямо большой. И он... Мы можем с ним общаться. Колесница, мы можем с ним общаться, да. Уважаемый Соломон, мы благодарим вас за то, что вы пришли сейчас. У нас такая ситуация, мы чистим сейчас Ольгу, и получилось так, что ваше копье проткнуло этого ангела. Так как нам передали, это было не специально сделано, это не было какой-то злой умысел. Это, безусловно, нанесло ей огромное поражение внутренних органов. У нее одна операция за другой. У нее больные почки, связанные с этим копьем. Мы ни в коем случае, ни в чем, никого не обвиняем. Мы просто просим вас объяснить нам эту ситуацию. И второе, что мы хотели к вам обратиться, это мы хотим вам вернуть ваше копье с просьбой, может быть, даже помочь компенсировать ей какие-то энергии, чтобы она выздоровела. Есть ли такое возможно? Да, он заранее уже, пока ты говорил, он говорит, ой, я потерял его, моя любимая. Я, говорит, совсем не хотел попасть у ангела, и ни в кого другого, но такое иногда случается. Он говорит, в наших играх, и он дает какой-то такой, как сказать, круг, какой-то золотой круг, золотой круг, и он говорит, что отдайте это ей, он ей поможет. Благодарим, уважаемый Соломон, благодарим вас за эту помощь, за то, что вы откликнулись и помогли Ольге. Благодарю вас. Он тебе сейчас говорит, куда отправить на мой канал, говорит, копье. Перешли мне, мое любимое копье. Ты знаешь, куда? Ну да. Копье уходит на обозначенные координаты во владение Рества Соломона. Как интересно, открылся канал сейчас. Но он не такой, как всегда. Он такого цвета, как копье, во-первых. И оно как плотная энергия, густая, уходящая куда-то туда, к Соломону. А можно еще один вопрос задать, уважаемому Соломону? Да, подожди, он сейчас забрал копье, оно вот как втянулось туда, и оно у него... Отлично. Он меня вот так двумя руками берет и целует. Так, хорошо. Иди к папочке, говорит, верну. У меня вопрос единственный. Мы хотели бы узнать, Соломон, а кто вы, если можно, рассказать. Я прошу прощения за незнание. Мы просто сейчас в астральном мире находимся. Не могли бы вы в двух словах рассказать, с кем мы имеем честь сегодня? Мы знаем, что это очень высокая личность, вы божество. Это не праздный интерес, это просто для нашего общего развития. Сказала, что он позже стал божеством, а сперва он был царем. Царь Соломон? Да. Какая честь огромная. Я приветствую вас, царь Соломон. Это ж... Сюжин мечтал вам пару вопросов задать, и сейчас ни одного нету в голове. Вы, простите, вы не разрешите с вами отдельно как-то пообщаться при возможности. Мы хотели бы подняться на ваш уровень и поговорить, если бы вы не возражаете, конечно. Нам было бы очень интересно. Подождите, он посмотрел на нас, сказал, приходите. Благодарим вас, уважаемый царь Соломон. Благодарим. Мы обязательно подготовим пару вопросов. Вам не будет скучно с нами. То есть мы не собираемся в ваше время зря использовать. Благодарим еще раз. И спасибо вам большое от Ольги за то, что вы так миролюбивы и так добродушны все сегодня эту проблему огромную решили. Мы первый раз с ней в жизни сталкиваемся. Просто очень рады, что так все хорошо закончилось. Благодарим вас еще раз. Знаешь, что он сказал? Спасибо за копье. Я этого не забуду. Хорошо, царь Соломон. Теперь вы будете знать, если вы нас увидите в следующий раз, это мы вам копье вернули. Я ваш должник, он говорит. Вы нам ничего не должны. Мы просто очень рады вам. Можно сделать какой-то подарок, пользуясь случаем? Нет, он говорит, вы уже сделали. Хорошо. Благодарим его и прощаемся с ним. Обязательно передадим этот золотой круг для восстановления энергии Ольги. Не смеем больше его отвлекать. Благодарим его. Знаешь, что он говорит? Он говорит, это яшмовая энергия. Яшмовая. Да, так он сказал. Она цветом золотым. И она, знаешь, как жель, как капсула такая. Хорошо. Мы сейчас закончим эту чистку. После этого мы тогда уже применим этот инструмент на чистое астральное тело. Еще раз благодарим.